Всем привет! Меня зовут Сергей, и я начинаю свою серию уроков по OpenGL. Основные понятия, основные ресурсы видеоуроки OpenGL находятся на ссылке под видео. Я же не буду вам вталкивать, что такое вертекс, как его рисовать, примитивы, все такое. Я буду использовать OpenGL на чуть более продвинутом уровне, поэтому базовые знания все же у вас должны быть. Ну что ж, не будем долго останавливаться на введении, поскольку сегодня у нас с вами первое знакомство. Сочту необходимым сделать маленький, простенький урок. Итак, мы видим, уже готовый у меня начатый проект. Кстати, работаю я в Visual Studio 2010. MainCPP у меня уже открыт, так что начнем, пожалуй, творить. Итак, Include должен вам сказать, точнее забыл вам сказать, что вы должны установить OpenGL на ваш компьютер. Как это сделать, вы найдете также в ссылке под видео. Подключаем GrootH. Хочу напомнить, что GrootH, в отличие от стандартных файлов в стандартной библиотеке, не использует пространство имен std. Чтобы спрашивалось чудо и заработал OpenGL, в описании функции main в аргументах нам нужно передать два параметра дополнительных. Int. Arctin, то есть количество аргументов в командной строке, и charge.point.arctv. Это их описание, в виде указателей на строку. Return 0, вот так. Чтобы начать творить, нам нужно сначала проинициализировать несколько функций. Начнем с глобальной инициализации. Groot, init. И тут нам понадобятся наши Arctin, Arctin, Arctin. Все инициализации начинаются одинаково. Groot, init. Дальше нам нужно проинициализировать мод дисплея. То есть как мы будем рисовать, сообщаем. Groot, init, display, mode. Мы будем рисовать статическую картинку. Об этом говорит GrootSingle. И цвета у нас будут опираться на RGB. То есть красный, зеленый, синий. Это нам скажет GrootRGB. Отлично. Теперь проинициализируем размеры игрового окна. Groot, init, window, size. Возьмем 400 на 400. Теперь позицию при создании. Groot, init, window, position. Вот так. 100 возьмем и 200. Чтобы вывезло в экран. И собственно создадим окно. Groot, create, window. В заголовке пропишем, например, lesson, первый. Все init'ы можно располагать в разном порядке. Вот только те, которые я выделил. Groot, init, лучше оставить первым. Так. Вот и запускаем GrootMainLoop цикл. Главный цикл запускаем и попытаемся с вами откомпилировать. А, нет, да. Мы забыли одну вещь. После того, как мы все проинициализировали, давайте это указываем. Цериализация. Мы будем регистрировать новые функции. Регистрация. Будем регистрировать, то есть сообщать, какие функции надо использовать в тех или иных случаях. Создадим функцию рисования. void.draw Оставим ее пустой. И функцию инициализации. void.initialize Зарегистрируем функцию рисования. GrootDisplayFunk Переверим указатель на функцию. Рисования это у нас. И запустим инициализацию. Инициализацию. Откомпилируем. Вот. Вуаля. Окно появилось. Обычно, как в Windows приложении, двигается даже. Ну что ж, это хорошо. Теперь. Виннициализейт. Виннициализе. Продписан. Сообщим точнее, каким цветом нужно стереть. Все. То есть, фон будет каким цветом. g clear color clear color вводим в формате rgb. Ну, давайте в виде белого. и альфу сделаем единицей. Draw мы очистим. То есть, нарисуем наш фон, грубо говоря. g clear запоминайте большая фраза g l color buffer beat Все заглавными буквами. И обязательно g l flush Это у нас команда исполнить все другие команды. То есть, это указатель. Все, функция закончилась. Выполняйте. Ну что, теперь посмотрим еще раз. Вы скажете, что ничего не изменилось. Но, давайте попробуем изменить цвет отрисовки. Например, оставим красный. хоп, и все стало красным. Так, давайте еще поэкспериментируем 0,2. Вот, как темно-красный бордовый. Теперь, например, побольше сделаем и зеленого добавим. вот такой салатовый цвет. И добавим еще немного синего. вот такой у нас получился цвет. Так, но это еще не все. мы должны мы должны сначала еще и сетку нарисовать. Прежде чем рисовать какие-либо точки, нам нужно указать сетку, канву, в которой они будут рисоваться. Делается это посредством команды GL ОСА. Ну, посуда 400 на 400 и у нас будет это 400 на 400 с нулем в центре. Минус 200, 0, 200, 0, минус 200, 0, 200, 0, и небольшую глубину минус 5, 0, 5, 0. Все. Построили с вами трехмерную декарственную систему, но в идеале нужно еще указать вот что. GL как Матрикс МОГ Это тип матрицы, который будет изменяться в последующем. Это GL Проджекция. Матрица проекция у нас будет. GL Author относится именно к проекции, а не к чему-либо еще. С остальными функциями познакомимся чуть позже. И должны сбросить все параметры GL Load Identity Identity шубок шубок нет. Так. Ну и поскольку время уже достаточно много, рисовать, я думаю, не имеет смысла. Напомню только команда GL Begin клубок указывая например GL Point Ниже обязательно должна быть пропад GL End Здесь между этими прописываем GL например Vertex 2 F 0 0 0 И давайте укажем все цвет G Color 3 F Зеленым будем рисовать А цвет очищения тогда пускай будет красный Здесь все по нулям Вот показываю что все работает вот 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 эта точка Ну а я с вами прощаюсь ждите моих новых уроков до новых встреч